Эксклюзив! У меня нет мурашек! Это летний дождь, что бывает со мной! Что я приехал и поесть, это сюда. Мы отразумелились. А знаете где? В Грузии! Да. Все хорошо, позвоним. Ну что, как говорится, пока не тронуты. Спальная. Это мой музей практически, я так смотрю. Какая милая штучка. Рабочая поверхность. Ничего себе. Умывальник. Ванная комната. Как обычно, я с вами здороваюсь в зеркале. Вы поняли, туалет. Как-то так выглядит наша комнатка. Ну и конечно, что хочется сделать маме, которая до сих пор не спит ночами. И если даже спит, то в обнимку с детьми сделать вот так. Гамарджоба. 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 Что-то из этого звучит точно правильно. Так приветствуется в Грузии. Это здравствуйте, привет. И именно так я захотела с вами начать влог. Потому что за эти три с половиной дня мы получили столько информации. Вы даже не представляете. Я решила разделить это на две части. И тезисно рассказывать, что было каждый день. Потому что если я склею наши обычные кусочки, вы ничего не поймете. Первый день, когда мы прилетели, нам заранее сказали, что у нас будет свободный день. И мы погуляем в Тбилиси, что-нибудь поделаем. Но на деле, когда мы прилетели, мы пошли на обед знакомиться с нашими просто потрясающими гидами. Я не могу их назвать гидами. Такое ощущение было, что мы прилетели в семью с первой же встречи. Но вы сейчас будете смотреть влог и все поймете. Мне кажется, что самое важное, что я слышала всегда про грузи, самое недосягаемое, это тосты. Это всегда за вашим столом. И сейчас я осозна. Сижу как в своей мечте в какой-то грузе за столом. Хачапури – это отличное грузинское. Грузинское очень популярное блюдо, которое в каждом регионе имеет форму. И Хачапури похожа на лодочку, которая очень близко символно к черному. Мне нравится когда. И если бы в этот день нам не провели экскурсию по старому городу и мы не погуляли бы по Тбилиси, мы бы вообще его не увидели, потому что дни остальные были настолько насыщенные, мы переезжали много, что свободного времени на Тбилиси у нас бы просто не было. Погнали, посмотрим, что было в этот день. После очень-очень плотного обеда мы вышли походить пешком. Я вас хочу познакомить с нашей командой. Теперь я буду снимать. С нами Алена. Я думаю, что… Нет, я не думаю, я знаю, что вы все знаете. Тань Старикова и Дед Тамаш идет пешком. Я не знаю, это будет, я думаю, очень веселая у нас поездка. Почему ты так считаешь? Почему? Потому что все уже началось. Нет, я когда сюда летела, я примерно понимала, что здесь будет, но это так красиво. Девочки, вы понимаете, что с картинки это очень тяжело передается и непродовоподобно. Но мы постараемся максимально все перенести, чтобы было красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Оп. Ваня наша команда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Танцуй, малышка. Здесь надо танцевать очень это… Какими? Нежными. Нежными. Нежными? Да. Субтитры делал DimaTorzok Я прям переполняюсь, да Офигенно, я в прострации Мы идем, как будто мы как лимоны выжатые, хотя еще только гуляем три часа Я на самом деле очень переполнена эмоциями, и я просто понимаю, что еще весь день впереди, весь вечер, вся ночь Ты снимаешь только уголок моего рта, ну ладно Почему вы не спускаетесь? Ну сколько раз можно спускаться Сколько раз можно? Больше вы никогда не увидите Да Давайте меня Я выжила Фотоаппарат остановился, но я выжила Все, мы прокатились Заняло это, наверное, 30 секунд Короче, ущелье Это все старый город Вот эти все произведения искусства Я не знаю, как назвать это по-другому Это просто живые дома Что меня вспомнилось больше всего? Это, конечно же, их сумасшедшие застолия У них каждый раз как будто Новый год, какой-то праздник И вся еда разная Но я много раз слышала, что в Грузии очень вкусно И это вот сейчас я это подтверждаю Мы были в очень многих разных ресторанах И это было, правда, вкусно За столом постоянно говорят тосты Бесконечное количество Каждый раз, каждые 2 минуты у них тост Есть также за каждым столом тамада Который, собственно, ведет это мероприятие Еще у них очень классный язык Во-первых, он тяжелый Потому что я не могла повторить практически ни одного слова Что практически? Вообще не могла повторить Потому что мне казалось, что это одно слово, которое не разделяется И вообще невозможно прислушаться Но что мне больше всего запомнилось? Папа это мама Мама это Деда А бабушка это Бэби Ну там брат-сестра, это я уже не помню Но вот папа-мама, баба-деда И вот это вообще очень забавно И режет слух и запоминает Так, хоть мы с Бешкой не живем в одном номере Но взяла шмотки, манатки И пошла переодеваться, выбирать в чем идти на ужин вот таким образом Мы немножко погуляли, немножко отдохнули И теперь у нас ужин вечер Да? Теперь мы собрались дальше есть Мы давно не ели, что-то очень сильно забывали, так что на вкусный такой уж красивый Да, все девочки такие красивые Девочки, приятного аппетита Спасибо, что ест сразу же Блюда ставят с этажами друг на друга Ставятся друг на друга так Тарелка на тарелку, да тарелка на тарелку Да, ну так ставится, чтобы было возможно взять И с той стороны, и с этой Мужьям как раз Мужьям подарки? Обалдеть Спасибо большое Мне уже очень странно, что чтобы я не попробовала, мне нравится Мы не выбираем, понимаете? Так странно, что килограмм говорят, я вам скажу за один день, что приехать в Грузию и поесть это сюда На одну маленькую такую порцию уходит килограмм сыра А Таня не влезла уже в свои штаны Кто бы мог подумать, что помимо всяких экскурсионных вещей нас занесет еще на концерт Кого? Сейчас мы вам покажем Красота Ой-ой Мне кажется, это дико, паризматичный чувак Этой местной Тима Вилан Все улыбаются, все поют Я его первый раз слышу, мне нравится Таня не влезла уже в свои штаны Я его первый раз слышу, мне нравится Я его первый раз слышу, мне нравится Ну что, я пришла в свои хоромы Во-первых, дико странно быть в номере одной Без Аркаши, без детей Мне правда это очень странно А во-вторых, день был настолько насыщенный Мы столько всего посмотрели, успели впечатлиться Но я в предвкушении завтрашнего дня Потому что мы поедем в горы Просто горы это горы Снег, высота, воздух А пока я буду ложиться и встретимся уже завтра Все, пока День 2, спать нам приходилось очень мало Мы в первый день ели в 3, во второй в 4 Практически не высыпались, но я чувствовала себя как ребенок Знаете, когда у тебя очень много чего происходит Ты перенасытился и не можешь заснуть Второй день, мы проснулись и поехали уже в горы Мы ехали в Казбеге, но по дороге, конечно же, было много остановок И дорога вместо 3 часов заняла 6 То есть мы практически весь день провели в пути По дороге мы проезжали безумно красивое озеро Нет, не озеро, это Женмальское водохранилище Оно искусственно создано Его создавали после Второй мировой войны для запасов воды Оно снабжает сейчас город Тбилиси водой питьевой На месте этого водохранилище было привлечено на 30 деревень Так, по дороге к горам Казбеге мы, в общем-то, все просто не заканчивается Нужно заехать еще в очень много интересных мест Как сейчас по-другому называется Казбеге? Стефанцминда Он так раньше и назывался А, то сейчас вернулся, да? Да, да, сейчас вернулся Прежнее название Стефанцминда Похоже на пальчик Что это за буква? Их много Это С, это Д, это М Грузинский алфавит Это самый такой усовершенствованный алфавит Настя, как дела? А? Как дела? Твоя жизнь сейчас ценнее всех наших жизней И самое главное, это три одинаковых аппарата Возьмите, пожалуйста Тройняшки Я великая многосиса А- oll! Какие сонные добчане пьяницы с глазами кроликов Инвина верита скрижа! Пахнем барашками Таня там фоткается, ну, очень красиво Посмотрите, какая она королева с ромашкой Я нашла Алешу И спрятать в Сан-Франциско 125 рублей Гранатовый сок, который выжили при мне Отлично, Москва, учись У нас опять пит-стоп И сейчас нужно изучить, как правильно лезть Если руки обожгли, можно вот так вот положить Но так, класс, так, чтобы сок не вытекал Потом выпили сок У меня очень вкусно Ами-ами, ками-довицын, приезжайте в Луди Кушайте хинька неправильно, руками Ура! Так, какой же момент? Не берется? Хоть картошка, то сыру? Сыру Мне это напоминает, чем ближе гора, тем быстрее начинается дождь Все, каждый седождь начинается Кажется дождь Что такое? А мы в церковь идем Лёд там бедный за ручку Нервно, чтобы не улететь Ай какой Подожди у нас тут Там за тумалами Костевик оказался как раз кстати О да Мы приехали в церковь в Гергете Здесь на самом деле видно даже нашу гостиницу Но погода очень любит, когда я беру дрон Прям вот вообще идеально Дрон берешь, все Поэтому я покружусь Ну что, так и хожу я тут по обрыву С дроном в руках, потому что Заливает страшно Ну представьте, он летает Девчонки пошли в церковь, я не пошла Они меня даже не тихо ненавидят Потому что в последнюю секунду я подумала Ну мы же будем в горах А это не только дождевик, но это еще не продувайка Поэтому я думаю, я возьму И сейчас я самая сухая Если вы сейчас вобьете в гугле Казбеги То вам вылетит вот эта фотография С красивой церквушкой на горе Очень высоко Ну я крайне расстроена, что У нас не удается это все запустить Потому что мы стоим просто насквозь мокрые Под дождем Я надеюсь, что утром завтра Будет получше погода И может быть нас сюда еще раз поднимут Это летний дождь Что над миром стеной Это летний дождь Что бывает со мной Это летний дождь Что над миром стеной Он снимает тоже Думаешь? Это номер 2 В котором мы только что Приехали, знаете откуда Мы приехали вот оттуда Вам наверное не видно Вот здесь церклушку С которой мы только что спустились И попали вот в этот номер Миросикиd Миросикиモ Обалдеть, как это работает Когда я пью алкоголь, у меня появляются мурашки Это знаешь, как на превью, когда на резке кадров вот такой эксклюзив Потом вечером мы с девчонками сходили поплавать в бассейн и пошли на ужин А именно у нас был день рождения у нашего одного из организаторов, который звали Мака Но самое главное открытие это было какое? Вы сейчас узнаете, которое сделает с этой всей поездкой Поздравляйте Мака Они нас везде возят, рассказывают, показывают И у нас так сложилось, что у них сегодня день рождения И мы поздравляем Грузия у нас очень гостеприимный народ И в связи с этим мы как бы учимся этому И идем на день рождения с пустыми руками Юху! Таня, не пали! С днем рождения тебя! С днем рождения поздравляем! Поздравляем! С днем рождения тебя! Уху! Добрый день! Здесь горячую еду кладут глиняные сосуды, чтобы они не были горячими, потому что глинь очень сложно когда не там Самое большое открытие, которое со мной произошло в Грузии, знаете что? Я нашла свое вино. Вино. Это значит, я ее всегда покрываю с мурашками. А это вино, которое называется твиши, похоже немножко на шампанское, но у меня нет мурашек. И мы практически все с тобой пьем за то, что у меня нет мурашек. Давайте каждый вечер перед сном я буду с вами садиться и рассказывать, что же у нас произошло за день, где мы были, что видели. А еще у меня за стенка Тани Старикова. Самая популярная здесь достопримечательность, это Троицкая церковь, по-другому уркер-гетти, которая как раз находится здесь, повыше из окна, вот у меня ее видно, в горах. Это поселок, в нем насчитывается вроде бы около трех тысяч человек. Мы находимся на высоте две тысячи метров, и я очень надеюсь, что я когда проснусь утром, я смогу вам показать. Ну, хоть как-то я взлечу, потому что я тащила дрон специально, чтобы полетать в горах. Ладно, буду на сегодня заканчивать. Да, все, спокойной ночи. Вот так, если очень кратко, прям крайне кратко вам рассказывать, прошли первые наши два дня, напишите мне, пожалуйста, внизу, как вам такой формат, потому что мне скоро монтировать вторую часть, и мне важно, делаем его в формате обычного влога, либо уже с такими же вот моими болталками. У нас были и горы, и полеты на дроне, и как мы пробовали сами лепить хинкалы, и что мы только там не делали, как мы пробовали, и на дегустацию ездили вина. Куча всего интересного, и поэтому я разделила, естественно, на две части. Я очень жду ваших комментариев внизу. Первая часть заканчивается. Я просто, просто влюбилась в это место. Я всем советую туда съездить и посидеть, потому что страна тоже огромная, много чего можно где посмотреть. Я говорила сейчас за Казбеги и за Тбилиси, нам понравилось все, и наши организаторы, мы когда с ними даже прощались, девчонки, я вам честно скажу, мы рыдали, но это в следующем влоге. Так что все, первая часть, пока!